здравствуйте друзья перед вами алена которую ну кто знает то не знает поскольку вашингтон из вирджинии как бы из вирджинии алена художник мы видели в это какие-то платья шикарные она делала по библейским сюжетом мы как-то год назад примерно значит встречались разбирали и алена приехала в майами на выставку а мы здесь уже между делом встречаемся и тоже пойдем на выставку вообще что это за выставка вот этот вот базы ли там что что это базил это вообще можно сказать номер один в мире арт-шоу здесь происходит просто потрясающе это высочайшего класса искусства народу много художников художников всех короче сейчас здесь тысячи художников тысячи галерей став тысячи покупателей сюда специально приезжают вот арбазл это но там там картины уже миллионные то есть там уже от десятков тысяч и выше но параллельно с арбазла проходит еще несколько очень престижных выставок вот который меня нью-йоркская галерея пригласила меня на эту выставку поучаствовать взяли шесть моих работ я просто летаю но мы сегодня их посмотрим да и просто вот у нас участие конечно это очень русскоязычных художников но потом я думаю там много но я так особо не вижу я как бы не видела еще русской а вот допустим если поставить такую задачу нереальную просто пройтись вот и все посмотреть это сколько времени над мир ну а люди приезжают специально сюда услари до 2 милая отдыхать да и они каждый день одну выставку обходят их на наш 5 здесь но можно за день одну выставку обойтела конечно конечно это ж не эрмитаж а эрмитаж нельзя нормальный эрмитаж посмотреть за один день нельзя хорошо а я извиняюсь пушкинский музей пушкинский тоже за один день не смотрят нормальные люди понял ну же если тех кто искусство не тоже мимо пройти а да но это же надо смотреть а здесь все-таки здесь все-таки очень много всего разного и поэтому можно поверхностно с художники со всего мира или все-таки американцы понимаете это очень престижно для художника с любой точки мира поэтому здесь галереи художник как правило себе не может это позволить потому что участие здесь стоит огромных денег поэтому галереи выбирают своих лучших художников и привозят сюда поэтому я такая гордая что с меня из нью-йорка отобрали на эту выставку это это просто прикольно теперь эта выставка есть не только в майами она еще где-то база или в швейцарии то есть там этих выставок 5 построить по миру в гонконге еще то есть такие вот самые наверно крутая так хорошо в швейцарии там она началась вторая после швейцарии это майами сейчас уже неизвестно где в принципе швейцария уже немножко даже отошла на кто я по тоже здесь покупают участие там дороже в швейцарии или здесь дороже а я даже не знаю наверное также то есть фактически получается так где больше денег крутится там и выставка да но дело в том что покупатели конечно заинтересованы галереи продать это искусство продать своих художников и это такой вот большой праздник это коммерческой все-таки все конечно не то что музыка вы знаете некоммерческого никогда не было искусства потому что люди художников всегда покупали когда-то церковь платила за это произведение великолепные создавались или какие-нибудь патриции заказывали себе портрет никогда бы не было муны лизы если кто-то не заплатил за нее большие деньги да то есть кто-то может быть вошел в историю так сказать приобретя первую люди думают что художник вот он должен быть голодным писать и потом вдруг а так никогда не было маны он был богатым человеком он писал они начинают молодые художники и потом а вообще голод помогает художнику нет не помогает нет совсем депрессию людей и бросают то есть ничего а вот например такая вещь как признание вот я помню вот эти драматические там художника обидеть может каждый вот там и так далее вот они многие такие эмоциональные переживают им хочется успеха абсолютно какой кошмар там допустим день в театре или в кино сколько народу и из них то может быть пол процента и как-то более-менее узнают найти там на эстраде то есть это тяжелое в этом смысле признание судьба и такая работа тяжелая художника ну во-первых художник вообще тяжелое призвание потому что столько художников а выбиваются единицы то есть это естественно при том что скажем если даже взять очень много исключительно талантливых людей все равно пробивается очень малая часть очень малая часть и далеко не факт что самые лучшие пробиваются пробиваются те кто умеет пробиваться тем кого повезло еще да то есть это не факт второе второе что происходит бывает что человеку такому повезло он оказался на вершине ему крышу снесло то есть это тоже не так сказать как можно так вот человек просто он неадекватным становится и это очень как бы то есть ну когда вы за миллионы долларов начинают покупать картины не всякие выдерживают сейчас очень интересный фильм сняли буквально новый новый он еще наверно не перейдем на русский художник цена за все price of everything про маркет американский искусство как раз вот эти миллионные миллионные дорогущие художники и вот там о смысле почему стоит это искусство столько художник так который может быть даже лучше ничего не стоит ну мало 100 это в любом деле так то есть есть люди которые он говорит я даже лучше пою или это лучше у меня музыка лучше меня там это лучше ли это лучше а а дальше выясняется что не он же решает решают другие другие критерии и мода существует вы знаете я вот сталкиваюсь с тем что люди говорят ну на понятие ты не можешь приехать сюда и продолжать рисовать березки потому что они никому не нужны твои березки совсем а что нужно почувствовать что идет нет так тоже нельзя вот это идет и я буду таких полно художников это идет я буду это писать но никто не хочет это потому что это фигня на самом деле ты чувствуешь это картина живая то есть это еще должно дышать это должно быть что-то вообще твое то есть вот когда она совпадает мода вдохновение талант и удача до происходит успех вот это удивительно еще санта-крус были на такой у них типа открытых дверей такой день когда можно прийти к художникам домой и смотреть что они там делают и вот там была женщина 1 у нее много всякого но лучше всего у нее идут курочки она рисует курочек петушков и они это прикольные привлекают внимание невероятно и вот просто разлетаются не эти курочки петушками и я говорю ну а вот как ты их рисуешь там что вот почему курочки почему петушки там или как это у тебя получилось она ты знаешь я пытаюсь понять их характер психологию отношения к жизни там и так далее и также с одной стороны смешно звучит а с другой стороны когда ты смотришь как нарисовано она просто с ног сшибает что она душу она любит этих курочек на их рису без любви вообще ничего хорошего не будет вот оно должно быть там сердце как же люди рисуют абстрактную такую же вот так абстрактно я рисую абстрактную ну хорошо а что чтобы туда любить знаете вот меня например там не курочки там нет курочки но там есть дух там есть что-то удивительное у меня вчера женщина заплакала когда я рассказывала что на картине изображено она просто у нее просто денег нет купить эту картина на и про слезила там картина я слушала песню и ска американская песня мэри ты ли но эта песня о том это рождественская песня это как бы история марии которая беременная она не знает что ее сын будет распят она не знает что он воскреснет это как бы ты знаешь что будет очень гадий и вот это вот это радость беременности а потом боль которая ждет и потом слова которая приходит и я и говорю ты конечно а эта картина розовая, она такая женственная-женственная. Я её писала, просто слушая эту музыку, и я ей говорю, ты понимаешь, это, говорю, вот женщина, вот это наша жизнь, вот это вот мы ожидаем, мы проходим через боль, и через это рождается какая-то красота удивительная. И она такая стоит, это её торкнуло прямо в глубину, и она видит это, оно передаётся, линия, краска, она передаёт что-то большее, чем слова. Мы увидим сегодня. Да, вы увидите. У меня косноязычная в английском языке, но она это видит, понимаете? А другая, она, у меня эту картину, я думаю, если она не продастся здесь, у меня её купят в Лолдоне, потому что одна женщина просто название прочитала, и она просто её прошибла. И понимаете, у меня очень женская, Мэри Дидьино, они же песню знают, и они сразу понимают, о чём речь. Дело в том, что, ну, американцы они, дело в том, что я когда училась живописи, в этот момент был штамп. Ты пишешь картину, и если, не дай бог, кто-то скажет, это женское искусство, вот это ты второй сорт, всё. То есть надо было писать как мужчины. А вот, и я, может быть, даже в моду ушла из-за этого. Я вот так анализирую, и я думаю, что вот этот страх, потому что я не могла писать как мужчины. Я не могла. Я ушла вот в нишу, где можно было женщиной быть. И сейчас в этой своей живописи я просто проявляюсь, вот у меня абсолютно женское искусство. Вот свобода быть женщиной. Нет, но есть женская литература. Но дело в том, что раньше тоже штамп был женской литературы, типа второй сорт. А сейчас мы пришли к тому, вот в Америке, не знаю, как в России, но в Америке, ты, когда говоришь, у меня женская работа, ты не чувствуешь унижения. Она может быть дороже, чем мужская работа. И у нас даже вот этот галерейщик, у него на одной стороне висит шикарный художник из России, очень мужской, позитивный, но это такая мужская живопись. А на другой стороне я, которая совершенно женская живопись. И вот это проявление радости и жизни, которая в разных ипостасях абсолютно. Ну да, но просто советское искусство, оно уже не было коммерческим. То есть, когда вас учили в институте, вас не учили писать коммерческие работы. Вас учили какому-то высокому искусству. А когда у тебя рыночное искусство, ты видишь какие-то сегменты на рынке, и ты говоришь, вот женщины, у них свой интерес. А у меня и залипают женщины. Вот идут, они именно женщины. Мужчина так пройдет, ему, в общем, в принципе, его не торкает это. То есть, это язык другого. Ну что же, хорошо. Так я вот думаю, такой вопрос. Люди, которые нас смотрят, и там есть художники у нас, и я часто получаю такой вопрос, вот скажем, я художник, вот мог ли бы я в США зарабатывать на жизнь тем, что я вот художник? Сложно на жизнь? Очень сложно, конечно. Очень сложно. Как и везде, художникам трудно везде. Если бы мой муж не отучился на курсах Михаила Портнова, то зубу на полку. А что он до этого делал? Ну, вообще, он по профессии электронщик. Да, но он 20 лет этим не занимался. Приехал сюда и восстановил профессию. Благодаря дяде Мишу. Подождите, но дядя Миша в Америке, он чем занимался? Ну, он приехал и ничем больше не занимался. Он пошел на курсы. Сразу. И первая работа была, в начале он взял график, а сейчас в Вашингтон-Пост. Да. А сейчас он спец. А я помню, он там на 40 долларов в час начинал. Так в том-то деле, он не понял, 14 или 40, ему все равно было. Да, да, я помню эту историю. Он не знал, сколько. Так это вообще был смех, потому что, когда он шел на это, он говорит, меня на органы хотят разобрать. Мы не верим, что его берут на работу в это крутое место. И вы в это время жили где? Мы снимали квартиру, мы на каких-то старых запасах. Подождите, но вы не были тогда в Бирджинии, да? Нет, мы в Диси были, в Александре. А, в Диси, хорошо. Мы снимали квартиру там. Но это было сколько, лет 5 уже прошло, дано? Это уже 7 лет. 7 лет? Он работает уже 5 лет. Подождите, но вот он 5 лет работает. Вот 5 лет назад он получил 40 долларов в час. И это было на выходе из рецессии. Экономика еще была, в общем, торчала основательно. И 40 долларов, это очень приличные деньги, по идее, были. Ну так представь себе-то, что же это было? Почему мы вас так любим? А, так. Потому что мы люди благодарные, мы знаем, что могло все повернуться по-другому. Значит, мы, друзья, поддержали искусство материально. Да. Через тестирование программного обеспечения. И морально тоже. И морально тоже. Вот. Мы год не виделись. Тут на днях мы встречались с блогером Натальей Квик. Мы с ней не виделись 4 года, но ощущение было такое, что мы с ней виделись только вчера. А вот такой же ощущение. Да, совершенно почему-то как-то никак не расставались. Вот. И я тут всю жизнь не успеваю видео монтировать, потому что мы много снимаем всякого материала. Ну, хорошо, тогда пойдем дальше. Да? Да, увидимся еще. Да. notchина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»